итак продолжаем тестирование комбинированная система измерения расстояний до крышек здесь у нас лазерный датчик на базе китайского модуля здесь у нас энкодер на 360 импульсов и бен кодер обыкновенный на нем сейчас посажен посажено колесо примерно 50 чем-то миллиметров и еще три колеса чтобы из всей этой конструкции получилась вот такая вот тележка которую можно было бы передвигать без перекосов в эту сторону в эту она была более-менее стабильно на трех ногах так сказать зачем это нужно для того что этот энкодер должен у нас ехать вот здесь вот по крышечкам по ряду вот тому отряду который там вот стоит он должен по ним по верху ехать для того чтобы протестировать этот эту систему на трехметровых крышках на трехметровом ряду крышек придется это все тащить туда на объектом на объекте более-менее это все есть но я хочу закончить все тестирование еще здесь в помещении поэтому я перенес энкодер с крышек сюда и теперь я не ограничен вообще в расстоянии до крышки то есть крышку можно относить куда угодно точнее отъезжать вот этим вот вот этой вот телегой и она будет усердно считать без пропусков импульсы почему потому что сюда специально подобрал еще резиновое колечко для пущего сцепления его весьма так трудно тут провернуть само на проскользнуть не сможет значит по индикации ситуация такая здесь вот у нас есть секундочку в первой строке началась выводится лс равно 113 миллиметров это значение измеренной рулеткой лазерной сразу за ней е.н. вот сейчас минус 4 0 а это означает положение энкодера это переменная у нас знаковая энкодер может крутиться как в одну сторону так и во вторую это у нас количество шагов энкодера которое прошло с момента последнего измерения рулетка когда рулетка измеряет у нас обновляются эти значения энкодера во второй строке написано лс плюс е.н. это у нас значение рулетки скорректированы с учетом показания энкодера то есть энкодер вот произошло измерение например ну точно это не измерение это ошибка нибудь измерение устроим вот есть измерение рулетка измерила 161 миллиметр расстояние там до чего-то если мы при этом начинаем вращать энкодер то показания скорректированное значение от этих вот меняются вот было 160 миллиметров немножко покрутим и становится 103 причем коэффициент пересчета импульсов энкодера задается у нас меню есть пунктик степ коэффициент значит эти цифры это у нас десятая доля микрона то есть при этом диаметре колеса один импульс у нас составляет 0 511 миллиметра для того чтобы получить нормальную точность взял 4 символа после миллиметра до после точки миллиметровой и при этом я ожидаю неплохой точности на трех метрах там например причем корректировка этих значений по энкодеру она никогда не происходит тут необратимо да у нас всегда есть значение измеренной рулеткой которая вот здесь вот в первом первой строке и для каждого значения проворота энкодера мы получаем новое скорректированное значение не изменяя вот того вот значение которое у нас измеренной рулеткой то есть у нас не может накапливаться ошибка за счет последовательных вычислений если бы мы вычисляли каждый импульс энкодера новую длину добавляли даже с учетом этой вот нехилой точности у нас бы там все равно все равно накапливалась ошибка а так мы считаем импульсы от энкодера у нас есть количество импульсов есть коэффициент перемножения есть абсолютное значение измеренное последний раз лазерной рулеткой перемножаем прибавляем все получаем скорректированное значение в любой момент когда нам нужно проведем исследование линейности предложенной системы будем записывать показания и у лазерного датчика и энкодера на разных расстояниях от объекта и сверяться смотреть сколько у нас приходится импульсов на миллиметр таким вот образом нажимаем пошло измерение в режиме м смотрим показания лазерный сенсорный измерял 59 миллиметров положение энкодера 156 отодвигаем и делаем еще одно измерение вот они наши данные попробуем исследовать линейность этих полученных значений и найти коэффициент значит эти желтенькие значения эти которые были получены в этом видео и все остальные это те которые получены были помимо этого видео просто не показаны видео чего мы видим в такой вот формуле которая вычисляет наш этот коэффициент можно видеть вот такой вот разброты шатания чем короче длина перемещения тем выше погрешность естественно на максимальных перемещениях вот этих вот 145009 который по сути составили 400 буквально 50 миллиметров по лазерному сенсору у нас получился коэффициент вот такой вот в принципе он примерно этот и выставлен у меня сейчас на рулетке лазерная но и посмотрим что происходит с линейностью собственно возьмем вот эти вот данные первый столбец это энкодер показания энкодера и второй столбец показания лазера и выведены в график майкрософтовские программы для меня дорого поэтому пользуемся бесплатными open calc он показывает вот такой вот график то есть в принципе вполне даже линейно вот и славненько причем это данное для буквально четырехсот сорока миллиметров перемещений если перемещение будет порядка трех метров то вот это вот значение которое у нас после запятой миллиметров будет еще точнее я думаю она будет порядка 5100 где-то так путем экспериментов я вышел на это значение но это касается именно этого колеса установленного на энкодере с этим диаметром при других диаметрах значения будут другие и соответственно можно будет путем двух измерений вычислять этот коэффициент задавать его в рукопашную рукопашную в меню и получать весьма точное значение